Новый трехлетний бюджет утвердило правительство Казахстана. Теперь его рассмотрит парламент страны. Согласно представленному прогнозу, реальный рост ВВП в следующем году составит 5,6%, а инфляция не должна превысить 7,5%. По словам главы Минфина Мадита Киева, возрастут расходы из госказны. В первую очередь это связано с выполнением социальных обязательств. Речь идет о предстоящей индексации пособий, пенсий и стипендий. Власти намерены увеличить и трансферты из национального фонда. На эти средства профинансируют социально значимые и стратегически важные проекты. Казахстан Уже сегодня в Казахстане наблюдается дефицит энергетики. Если решение проблемы не будет найдено сейчас, то для дальнейшего роста экономики нужно будет закупить большие объемы электроэнергии. Именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения. Как показывает мировой опыт, атомная энергетика стимулирует внедрение инноваций во многих отраслях экономики. Это даст импульс развитию отечественной промышленности. Поэтому мы не можем оставаться в стороне от источников стабильного и надежного энергоснабжения, альтернативы которых у нас нет. 415 ядерных реакторов мощностью 374 гигаватта эксплуатируются сегодня во всем мире. В совокупности они обеспечивают около 10% всей производимой в мире электроэнергии. В Казахстане тоже имеются все условия для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и обладает практически полным ядерно-топливным циклом. Об этом сегодня заявил министр энергетики Алмас Адам Садкалиев. В настоящее время в стране совместно с США, Китаем, Францией и Россией работают над развитием этапов конверсии и обогащения урана. Строительство АЭС в Казахстане единственно верное решение для обеспечения энергонезависимости государством, считает эксперт в атомной энергетике из Румынии Андрей Гойча. Его мнение выслушала Ботагос Базарваева. Сегодня в Казахстане основная доля выработки электроэнергии приходится на угольные станции. Их доля в общем балансе составляет 66%. Сектор зеленой энергетики растет, но пока его доля выработки составляет только 6%. По прогнозам Минэнерго, через 10 лет потребление электроэнергии в стране вырастет до 152 миллиардов киловатт-часов. При этом выработка действующих источников снизится до 135 миллиардов киловатт-часов. Поэтому в ближайшие годы Казахстану необходимы новые мощности. Международный эксперт по атомной энергетике Андрей Гойча утверждает, альтернативы ядерной энергетике сегодня нет. К примеру, в Румынии АЭС обеспечивает 20% электроэнергии и в стране продолжают строить новые модульные реакторы. Ясно, что ядерная энергетика не только помогает достичь целей по снижению выбросов парниковых газов и решать проблемы изменения климата, но также является технологией, которая помогает обеспечить безопасность, энергоснабжение, а также доступность и конкурентоспособность. Так что с экономической точки зрения я добавлю, что помимо стран, как сторонников, так и противников, у нас есть еще и новые участники. Например, Польша или Эстония. У них нет действующих атомных электростанций, но они рассматривают возможность строительства крупных реакторов или малых модульных реакторов. Мир движется к углеродной нейтральности, отмечает Андрей Гойча. В то же время реализация новых проектов промышленности, металлургии, транспорта, переработки продукции невозможно без больших объемов электроэнергии. Строительство же новых ТЭЦ и объектов ВИЕ проблему дефицита электроэнергии не решит, признают и сами казахстанцы. У нас ресурсы кончаются, атомные электростанции, мне кажется, нужен будет для народа, для Казахстана. Казахстан имеет такой большой потенциал урановых запасов и последнее место занимает, как говорится, урановой промышленности. И, с одной стороны, не иметь своей энергетической, как говорится, структуре атомную электростанцию, это, конечно, большой вопрос. У нас ТЭЦ старые все уже, по всему Казахстану, чтобы электричество было и у всех, ну, подешевле, может, будет электричество. У меня такое мнение, но я только за. Мне кажется, строительство атомной электростанции, оно, в принципе, решит дефицит электроэнергии. В этом, наверное, суд. Если это необходимо для развития нашей страны, то нужно, конечно, строить. За атомной электроэнергией это будущее, будущее, я так считаю. Просто нужно подумать очень хорошо о безопасности, о безопасности. Внимательные специалисты должны посчитать, где ставить, где устанавливать. Между тем, по прогнозам Минэнерго, благодаря строительству АЭС будет создано 8 тысяч новых рабочих мест. Еще 2 тысячи человек будут заняты при ее эксплуатации. Кроме того, АЭС даст рост производству материалов и оборудований, развитию технологий в стране. А это еще и приток инвестиций и налоговых поступлений в бюджет. Дальнейшее развитие энергетической отрасли определит референдум о целесообразности строительства атомной электростанции. В Турции энергию производят больше 30 тысяч электростанций разных форм собственности. В июле их общая мощность составила около 113 тысяч мегаватт. Однако этого недостаточно. Спрос на энергоресурсы в стране неуклонно растет. При этом большая часть электричества все еще импортируется. Эту проблему решают строительством АЭС. Уровень зависимости Турции от зарубежных источников энергии составляет около 80%. В настоящее время страна реализует множество проектов для снижения этих показателей, в том числе и посредством развития атомной энергетики. Речь идет о первой турецкой АЭС АККУЮ, которую сейчас возводят в провинции Мерсин. Этот объект снизит внешнюю энергозависимость Турции на 5-6%. Более того, в условиях глобальных изменений климата и нехватки водных ресурсов, я уверен, что атомная энергетика станет самым важным источником энергии в нашей стране. Строительство атомной электростанции АККУЮ стартовало в 2015 году. Она возводится на побережье Средиземного моря в сотрудничестве с Россией. После полного ввода в эксплуатацию АЭС будет производить 10% всей электроэнергии страны, обеспечивая при этом Стамбул с населением в 20 миллионов человек. Строительство АЭС АККУЮ продолжается. Все реакторы будут запущены к 2028 году, и ежегодно станция будет производить 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Специалисты подчеркивают, в век современных технологий важно использовать самые передовые разработки, призванные не допустить повторения таких масштабных трагедий, как на ЧАЭС и Фукусиме. При этом атомная энергия имеет множество преимуществ, таких как отсутствие выбросов углекислого газа, небольшие площади для строительства и стабильное энергоснабжение. Для строительства АЭС АККУЮ в 70-х и 80-х годах прошлого века определили безопасные районы Турции с учетом сейсмической активности. Строительство ведется вблизи водоемов, необходимых для охлаждения реакторов. Перед началом строительства провели множество тестов, которые подтвердили высокую устойчивость станции к землетрясениям, штормам, наводнениям и цунами. Срок эксплуатации АЭС АККУЮ составляет 60 лет, с возможностью продления еще на 20. Запуск станции создаст около 4000 вакансий. Власти Турции планируют построить вторую атомную электростанцию в городе Синоп на Черноморском побережье. Однако детали проекта и ключевые партнеры пока не определены. Тамерлан Ким, Мируерт Ханага, 24КЗ. Вернемся к событиям в нашей стране. Комплексную реконструкцию водохранилища начали в октябре. Объект построили 36 лет назад и с того времени ни разу не проводили капитальный ремонт. Во время паводков искусственный водоем на реке Илег, вмещающий 245 миллионов кубометров воды, испытал высокую нагрузку. Но стратегический объект остановил паводковые воды и уберег город. 5 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области. Инцидент произошел накануне вечером. Блиц села имени Алии Молдогуловой Кубдинского района. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым, в котором находились 6 человек. Четверо пассажиров скончались на месте. Водителя легковушки и 4-летнего мальчика госпитализировали в районную больницу. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Сообщается, что все погибшие – члены одной семьи. С начала года в регионе произошло 435 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли жизни 97 человек. На трассах с загруженным трафиком усилили контроль, сообщил начальник управления местной полицейской службы Айдос Кульжанов. В основном дорожно-транспортные происшествия происходят в дневное время. Значит, согласно анализу, с 8 до 11 часов, потом с 15 до 18 часов. В это время наряды усиленно работают. На сегодняшний день увеличена плотность нарядов. Значит, раньше 5-6 нарядов патрулировали. На сегодняшний день увеличена плотность нарядов до 16 нарядов. Крупный подпольный цех по производству вейпов ликвидировали в столице. Преступная группа незаконно производила тысячи электронных сигарет и жидкостей для них, используя опасные для здоровья химикаты. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. Вся продукция, изготовленная кустарным способом, реализовывалась по всей стране через вейп-шопы. Виновный осужден, а оборудование и продукция уничтожены. Напомню, месяц назад в стране вступили в силу законодательные поправки, запрещающие продажу, ввоз и производство вейпов. За это время изъяли почти 22 тысячи устройств, в их числе 7 тысяч ароматизаторов, картриджей и испарителей, сообщил официальный представитель агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов. Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции, которая наносит вред здоровью граждан страны. В рамках борьбы с распространением электронных устройств в вейп уничтожено около 400 тысяч единиц, изъятых в ходе расследования уголовных дел. Только с момента вступления в силу законодательных поправок, запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов, АФМ пресечено 25 фактов незаконного оборота вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. АфМ пресечено 25 фактов. Инициативу поддержали местные исполнительные органы, которые позаботились о современном внешнем облике исторических объектов. Кроме того, в этой части города полностью обновили инфраструктуру и освещение, создали удобные пешеходные зоны и оборудовали парковки. Наши улицы и дома заговорили о своей истории. У нас очень много улиц, названных чудо замечательными именами людей, которые оставили свой след. И удивительным образом сохранились вот эти четыре здания разных эпох. Конца 19 века, начало 20 века, середина 20 века и в конце концов 80-е годы. Вот сохранились эти здания. Поэтому так и было выбрано. В национальных парках Казахстана появятся зарядные станции для электрокаров. Приказ об этом подготовили в Министерстве экологии и природных ресурсов. Он способствует развитию туристских троп и маршрутов, на которых создадут необходимое количество зимовок, зарядных станций, кемпингов, смотровых площадок, пунктов фотографирования и общественного питания, а также туристского снаряжения. В Шемкенте обнаружили около 300 безымянных улиц. Им дадут названия, связанные с историей и культурой региона. При этом учтут мнение местных жителей. Кроме того, откажутся от повторяющихся названий. Таких в городе оказалось 84. Они встречаются в центральной части мегаполиса и на окраинах, на территории бывших поселков, которые присоединили к городу несколько лет назад. Теперь аномастическая путаница не будет доставлять неудобства как жителям, так и специалистам экстренных служб, отметила заместитель руководителя управления культуры Мольдер Ундасынова. Как закончился мораторий на переименование улиц, мы сразу начали собирать списки и предложения по названиям. Скоро пройдут общественные слушания. После них вопрос рассмотрят на заседании Маслихата. Потом нацупят очередь региональной аномастической комиссии, а затем и республиканской. Столичные школьники и пенсионеры смогут ездить в автобусе без транспортных карт. В Астане вводят новую систему валидации для льготников. Пассажиры теперь могут пользоваться виртуальными картами. Все подробности у Гульнары Хасан. Вот такие транспортные карты для проезда. Школьникам и льготникам теперь носить с собой не обязательно. Достаточно иметь мобильный телефон и подтвердить поездку виртуальной картой. А загрузить ее можно в приложении автобус. Подать заявку на получение такой карты можно на сайте Транскард Кейзет, прикрепив необходимые документы, свидетельство о рождении или удостоверение личности, фото, справку с места учебы или пенсионные документы. Виртуальный тариф активируется в течение трех рабочих дней, говорит пресс-секретарь компании. Это необходимо для утопства наших пассажиров, особенно для школьников, также льготных категорий. Срока годности не имеет, так как у нас есть база данных, по крайней мере мы видим. Или при заполнении человек указывает свои данные. Если, например, это льготная категория, бывает такое, что по инвалидности год или полгода сразу это все фиксируется. Также школьники до 18 лет. Однако действие транспортных карт не отменяется. Это подтвердил и управляющий директор компании-перевозчика Оранбасар Агбаев. Использование виртуального тарифа не является обязательным. Есть физическое, такие виртуальные, то есть это лишь зависит от пожелания пользователя. То есть у кого, допустим, нет смартфона, то он может уже физически и пластиковой картой уже пользоваться. Валидация ноль тенге. Валидировать свою поездку, хоть и бесплатную, нужно, отмечают в компании. Это необходимо для формирования маршрутов и получения необходимых объемов финансирования. Всего правом льготного проезда в Астане пользуются более 220 тысяч школьников. Кроме них многодетные матери, ветераны войны, жертвы политических репрессий и пенсионеры. Больше миллиона доз вакцин против полиомиелита доставил ЮНИСЕФ в сектор газа. В планах у организации вакцинировать до 640 тысяч детей в возрасте до 10 лет. Все подробности об этом и других событиях в мире расскажем в международном обзоре. ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин. Как заявил заместитель председателя Европейской комиссии Жозе Боррель, этот документ подрывает права афганских женщин и девочек. Также он сравнил новый закон с гендерным преследованием, что является преступлением против человечности. Ранее в Афганистане на законодательном уровне ввели 35 новых правил для женщин. Так, нововведения запрещают им выходить на улицу, смотреть на мужчин, с которыми они не связаны брачными или родственными узами, а также петь и читать вслух на публике. Нарушителям грозит арест. ЮНИСЕФ доставил в сектор газа свыше миллиона доз вакцин против полиомиелита. В планах у организации вакцинировать до 640 тысяч детей в возрасте до 10 лет. Плановая иммунизация по предотвращению распространения вируса пройдет в два этапа – в конце августа и в сентябре. Для этого в ООН призвали прекратить боевые действия сроком на неделю, чтобы жители смогли безопасно добраться до медучреждений и получить прививки. Ранее эксперты ВОЗ обнаружили полиомиелит в шести образцах сточных вод, собранных в Хан-Юнисе и других местах сектора газа. Четыре города американского штата Массачусетс ушли на карантин. Ограничительные меры, как объяснили в правительстве, ввели из-за угрозы распространения восточного лошадиного энцефалита. Жители обязуют оставаться дома после шести вечера, сохраняя такой распорядок до 30 сентября. Вирус передается через укусы комаров и приводит к летальному исходу в 30% случаев. Решение принято на фоне первого случая заражения человека в штате с 2020 года. Восточный лошадиный энцефалит – редкое, но опасное заболевание. Как правило, у большинства заразившихся появляются проблемы с координацией движения, потерей сознания, судороги и кома. В особых случаях – паралич и другие когнитивные нарушения. Конго продолжает фиксировать рост заболеваемости оспой обезьян. Общее число инфицированных с начала года превысило 18 тысяч. Из них погибли 615 человек, сообщают во Всемирной организации здравоохранения. Большинство – женщины и дети. По словам экспертов, вирус мутирует быстрее, чем ожидалось, а на его отслеживание требуется финансирование и специальное оборудование. Помимо Конго, за последний месяц вирус оспой обезьян зафиксировали еще в четырех африканских странах. Там инфекцией заразились свыше 200 человек. Ранее ВОЗ объявила эпидемию вируса в Африке в чрезвычайной ситуации. В Бангладеш из-за наводнения эвакуировано около полумиллиона человек. Их разместили в трех с половиной тысячах убежищах по всей стране. Паводки повредили дома больше миллиона семей в 11 округах. Погибли 23 человека. Для помощи пострадавшим на месте работают около 650 медицинских бригад. Также власти задействовали военных. По данным Минсельхоза, огромные посевные площади затоплены, что создает серьезную угрозу для урожая. Больше 9 тысяч казахстанцев, проработавших 7 лет на вредных производствах и достигших 55 лет, получат специальные социальные выплаты, если сменят профессию на более легкую или покинут рабочие места. Они вправе рассчитывать на ежемесячный соцпакет в пределах 208 тысяч тенге. В Министерстве труда и социальной защиты сейчас обрабатывают заявки на спецвыплаты. Больше всего поступило обращение из индустриальных регионов Карагандинской, Кустанайской и Восточно-Казахстанской областей. Об особенностях нового социального проекта узнал Вячеслав Витлугин. 80 тысяч восточно-казахстанцев работают во вредных условиях труда. Среди них 20 тысяч женщин. К 50 годам большинство шахтеров, металлургов, сварщиков и проходчиков встают на учет в медицинских организациях из-за профессиональных заболеваний. В основном это болезни органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. Тем, кому уже исполнилось 55 лет и имеет 7-летний стаж на опасных производствах, соцработники предлагают сменить работу на более легкую или вовсе уйти на заслуженный отдых. Этой категории людей полагаются специальные социальные выплаты. Около 200 тысяч тенге ежемесячно. Их начисляют с 1 января этого года по поручению президента. Два основных критерий у вас соблюдены. То есть у вас есть 55 лет, 84 месяца работы во вредных условиях труда. Вы располагаете. Вы на сегодня заняты во вредных условиях труда. Заняты во вредных условиях труда. Значит, вы располагаете на данную выплату. Рабочие группы с представителями комитета труда, общественниками и юристами объезжают города и районы. Простыми словами объясняют, кто вправе рассчитывать на соцвыплаты и как подсчитать их размеры. Начисляют пособия из четырех источников. Республиканского бюджета, единого накопительного пенсионного фонда, отработодателя и компании по страхованию жизни. Если в момент оформления выплат потенциальный получатель будет безработным или покинет вредное производство, то источников финансирования будет два. Главный специалист регионального департамента труда и социальной защиты Риза Ахметова уже посетила больше 170 предприятий. Проехали всю область, где есть именно такие предприятия с вредными условиями труда. Цель была донести до работников о новом специально-социальном выплате. В основном были вопросы по оформлению данного пособия и какие документы нужны. В основном были вопросы, скажем так, отдела специалистов, отдела кадров. 55-летний Сергей Беляков как раз пришел на консультацию. Десять лет он работал в шахте и сегодня по состоянию здоровья вынужден уволиться. Первым делом Сергей планирует восстановиться и стабильно получать соцвыплаты. Если денег не хватит, найти работу полегче в родном поселке. Легкий труд уже можно не искать, можно на эти деньги как-то жить. Хозяйство там, не знаю, развести, бизнесом каким-то заняться. Сейчас ремонтом заняться. Я 10 лет каждый год в маленькой отпуске что успевал делать. Но основные такие большие задачи как-то оставлял на потом. Но сейчас мне предоставилась возможность. Если раньше шахтеры и металлурги предпенсионного возраста опасались медкомиссий, которые могли признать их профнепригодными, то сегодня ситуация меняется. Рабочих не бросают, а материально поддерживают специальными социальными выплатами. Вячеслав Федлугин и Жигер Бабаканов, Усть-Каменогорск, 24КЗ. Тему мы продолжим обсуждать с нашим гостем. Сегодня в студии у нас Соразбеков Шалкар Бакытович, руководитель управления департамента труда и социального партнерства Минтруда и соцзащиты. Добрый вечер. В сентябре прошлого года президент Касамжамар Токаев поручил выработать механизм соцподдержки для людей, которые длительное время заняты во вредных условиях. В связи с этим вопрос. Какое количество граждан на сегодняшний день, кому назначены эти выплаты? Добрый вечер. Спасибо. Согласно поручению главы государства, с 1 января текущего года была назначена специальная социальная выплата порядка более 10 тысяч работников, занятых во вредных условиях труда. О какой сумме это идет речь? Сумма здесь необходимо отметить, что специальная социальная выплата осуществляется из четырех источников. Первый источник – это за счет республиканского бюджета в размере 2 прожившего минимума. Второй источник – это за счет средств работателя, 1 прожившего минимума. Третий источник – это за счет страховых компаний. И четвертый источник – это за счет накопления самого работника, пенсионного накопления. Средний размер по нашим расчетам получился – это 208 тысяч тенге. А вот какие основные условия для того, чтобы человек получил специальный плат? Здесь основным условием получается достижение 55-летнего возраста и иметь не менее 84 месяца совокупности обязательное просвещение пенсионных взносов. А если будем говорить про регионы, лидеров, может, регионы назовете по количеству обратившихся? Наиболее количество на сегодняшний день обратившихся зависит от Карагандинской области. Это порядком 1900 человек. За ними идет, это у нас Костанайская область, там 1300 человек. И за ними Восточно-Казахстанская область и Павлодарская область четверки. Вот самые большие, которые обратились на специальные социальные выплаты. Хорошо. А если работник как раз-таки переходит на другое место работы, он перестает получать эту выплату? Одним из условий – это специальные социальные выплаты как раз и направлены на прекращение работы, продолжительные вредные условия труда, либо перевод на легкий труд. Независимо в рамках в одной организации, либо в другом организации. И, соответственно, данные работники будут получать, если даже переводится на другую организацию, но там легкий труд, соответственно, специальные выплаты будут продолжать. Хорошо, да. Сейчас к нам также по Zoom подключается еще один гость. Андрей Рудольфович Лукин, главный технический инспектор профсоюза Коргау, руководитель отдела управления по инспекции труда. Андрей Рудольфович, добрый вечер. Как меня слышно? Добрый вечер, вас слышно хорошо. Да, вот с мерами господдержки мы только что вкратце услышали. Услышали немного, хотелось бы еще поговорить про работу профсоюзов. Профсоюзы со своей стороны тоже оказывают поддержку. Ваше мнение, может быть, внутри этой структуры тоже нужны какие-либо изменения, улучшения, на ваш взгляд? Ну, давайте так. Во-первых, мы сразу, я хотел бы сказать, что как профсоюзы мы не согласны с данной концепцией, которую разработала Министерство труда. Ну, по нескольким причинам. Во-первых, это не пенсия, и мы говорили о пенсии в 50 лет, а не в 55. То есть нам опять увеличили возраст. Даже если взять прежний закон, то спецвыплата была в 53 года, теперь она стала в 55. То есть опять нам увеличили возраст выхода даже на спецвыпособие. Мало того, хотелось бы сказать, что сам механизм и сам критерий выхода 7 лет ОППВ, обязательно пенсионных перечислений от работодателя, 84 месяца, ведет в никуда. Почему я могу объяснить? Потому что высоко стажированные люди, у которых занимают, ну, допустим, биологи, это специалисты, маркшейдеры, технологи, заместители директоров, директора предприятий, главные механики, да, руководители департамента, которые отработали по 30 с лишним лет, под вашу программу не попали. Почему? Потому что, согласно ОППВ, они не отполагали ни одного месяца. Я могу сказать на своем примере. Я пошел в шахту в 91 году и до сих пор связан с угольной промышленностью. Но мне в 55 эта пенсия не положена, потому что у меня нет ни месяца ОППВ, я был руководителем. Хотя, с другой стороны, куда делся стаж тот, когда я работал во вредных условиях горнорабочим, слесарем, он же остался, и я вредных условий получил не меньше, но шансов у меня нет. Вот об этом. И профсоюз сейчас, на данный момент, запустил петицию по Казахстану о все-таки пересмотрении данного закона и все-таки выход досрочный на пенсию в 50 лет. Андрей Рудольфович, вот как раз вы подняли этот вопрос. Давайте у нас здесь представители есть министерства. Ваше мнение на слова нашего гостя. Спасибо, Андрей Рудольфович. Здесь правильно отметили, да, конечно, вот обязательные профсоюзные пенсионные взносы самого введены с 2014 года. Да, правильно отметили некоторые категории работников, которые до 2014 года, которые проработаны во вредных условиях труда, не имеют сейчас права выйти на специальный социальный выпад. В этом направлении министерством в настоящее время проводится работа, конечно, для тех категорий работников, которые не имеют вот 84 месяца обязательно проведения пенсионных взносов, но имеют определенный стаж до 2014 года. В этом направлении министерством на сегодняшний день ведется работу в целом. Хорошо, да, спасибо за ответ. Также у нас еще один гость по Зуму, экономист Уркен Ашимович Динасылов, также он преподаватель по финансовой грамотности. Добрый вечер, как меня слышно? Хорошо. Спасибо, да. Вот на тему соцподдержки мы вкратце поговорили, теперь хотелось бы немножко отойти от темы, но и у вас, как у эксперта по финграмотности, узнать, нужно ли этому обучать казахстанцев, вообще как остро стоит этот вопрос на сегодняшний день? Ну, простой вопрос, простой ответ, конечно, нужно. И независимо от каких-то человек образования получает, гуманитарное, техническое или финансовое, все люди имеют деньги, зарабатывают деньги, поэтому личные финансы управлять должны уметь все. Вот. Теперь, что касается, вот, ну, вот, у меня тут второй вопрос, да, был по поводу доходов. На это, к сожалению, простого ответа нету, мне сказали, что у меня буквально там 5 минут времени, поэтому я, давайте, в виде метафоры просто расскажу историю. Есть, было, казахстанско-японское СП, значит, сюда к нам приехал японец, нахс японец, как говорится, вот, и вот он без 5-9 приходит на работу, садится за свой компьютер и усердно начинает работать. Ровно в час дня он поднимает голову, идет обедать, без 5-2 приходит на рабочее место, опять его готовит, садится и опять работает. Ровно в 6 встает и уходит домой. За это время наши сотрудники полдня просидели в соцсетях, 100-500 раз сходили покурить, значит, бухгалтерию там, плюшки покушать и так далее, и так далее. В конце месяца стало понятно, кто сколько наработал, вот, и, к сожалению, это не стимулирует людей, работая над своими профессиональными навыками, а люди только попытались, как сказать, выжать этого японца из коллектива, да, чтобы не казаться на его фоне, ну, скажем так, не очень работоспособны. Видите, дело в чем, ну, то есть, на этот вопрос ответ, такого простого ответа нет. Никакой работодатель, ни папа, ни мама, значит, своим работникам. И фонд заработного, фонд оплаты труда, он формируется из пользы, которые люди создают, работники создают. Если, значит, ну, вот, Министерство труда, вот, говорит, да, я думаю, что, ну, вот, представитель хорошо понимает, что у нас производительность труда очень маленькая, да, в страну деньги заходят, реальные деньги, от продажи, экспорта, значит, наших, вот, значит, металлов, да, там, нефти, да, и так далее, и так далее. А внутри страны ничего не прирастает, да, то есть, люди, как сказать, мы не создаем добавленной стоимости, да, мы почему-то решили, что деньги могут делать деньги. На самом деле, ну, пользы никакой люди не создают. То есть, это я вот не о горном, о рудном секторе, не о каких-то вот людях, как сказать, труда, да, то есть, кто руками что-то делает, действительно, да, а вот о нашем бизнесе, да, то есть, мы как-то все привыкли, вот, что мы можем, значит, делать деньги из воздуха, договариваться, да, там, за счет вот этих трений в экономике. И так не пойдет. Да, да, да. Если говорить о спецвыплатах, те, кто работает в условиях вредного труда, они же, ну, должны достойно получать эти спецвыплаты? Ну, смотрите, я как бы, ну, я экономист, да, сам по себе, но это отдельная часть экономической науки, называется госфинансы, я в этом не силен, да, там должны быть, ну, специальные специалисты, которые, то есть, вы, ну, не к тому специалисту, скажем так, обратились по этому поводу. Но, опять же, чтобы стимулировать экономику, вот мы говорим о всяких субсидиях, там, помощи и так далее, то есть, на самом деле, если мы хотим построить рыночную экономику, рыночная экономика, это, прежде всего, ответственный экономический агент, то есть, ответственный человек, да, в том числе за свое будущее, за свою старость, вот, за образование своих детей, которые стоят больших денег. И с 20 лет, начиная, как только закончил человек институт и получил первую зарплату, ему самостоятельно нужно думать о том, что же мне делать, да, ни в одной стране мира нет и никогда не было самодостаточных пенсий, да, чтобы вы понимали. Даже в развитых, даже очень развитых, даже в скандинавских странах, люди самостоятельно, часть доходов инвестируют, значит, создают себе вот эти доходы. А государственные пенсии, вот эти пособия, к ним относятся вот именно как пособия, чтобы, грубо говоря, с голоду не умереть, да, а вот именно хороший уровень жизни люди должны создавать себе сами. Вот, то есть, рыночная экономика и демократия, это не вопрос желания, это вопрос, прежде всего, интеллектуальных и физических возможностей труда и знаний. Вот об этом хотелось сказать. Спасибо, Шалхар Викторович, но шахтеры, ведь они, ваше мнение, заслужили же выплату. Да, в первую очередь, вот как раз специальные социальные выплаты, это направлено для тех работников, которые знают фаворитные условия труда. Это определяется перчим, которые утверждают приказы министра, и как раз и там есть профессия шахтера. На сегодняшний день практически все шахтерам, возможно, и это право может обращаться при соответствии с высшим классным критериям. Итак, подведем итоги нашей беседы о спецвыплатах. С начала этого года в Казахстане по поручению главы государства ввели специальную компенсацию для тех, кто работает во вредных условиях труда. Об этом президент говорил в своем послании еще в прошлом году. Ее могут получить те, кто достиг 55-летнего возраста и у кого есть подтверждение об уплате обязательных пенсионных взносов за 7 лет. Кроме того, претендовать на нее могут те лица, которые прекратили работать во вредных условиях труда или перевелись на другую работу. Соцвыплата состоит из нескольких платежей и финансируется из четырех источников. Пособие из республиканского бюджета, страховая выплата из компании за счет средств работодателей и обязательных профессиональных пенсионных взносов. Получать компенсацию за вредность работник будет до пенсионного возраста, но для этого нужно уйти с тяжелой работы на легкую. И небольшое примечание – величина промежуточного минимума с 1 января текущего года составляет 43 407 тенге. Съемки нового сезона кавер-шоу начали в Алматы. Музыкальный телевизионный проект объединил творчество известных певцов и начинающих исполнителей. Мега-шоу, ставшее уже народным, с каждым новым сезоном покоряет все больше любителей музыки. Главная задача – направить и помочь молодым музыкантам стать настоящими артистами. На съемочной площадке побывали и наши корреспонденты. Прямо сейчас на этой площадке проходят съемки одного из выпусков шоу. Участники исполнят по две кавер-версии известных песен казахстанских композиторов и поэтов. Всего будет два раунда. По словам народной артистки Розы Рымбаевой, старые любимые композиции обретут вторую жизнь в исполнении талантливых музыкантов и корифеев. Этот проект, по-моему, уже полюбилась нашими зрителями, так как не первое, четвертый раз показывают. Исполняются новые песни в новом формате, написанные сегодняшними авторами. Исполнители, которые тоже вносят свою краску в своем каком-то направлении, в своем вкусе исполняют. Это очень интересно. К новому сезону участник Аман Ахмед подготовил два кавера. Один из них на песню Сакена Майгазиева «Жюрегам ныншиндега жюрегам». Изменили стиль композиции, сделали новую аранжировку, рассказывает он. Мы изменили стиль песни из пуп-музыки на R&B, поменяли также вокал. Много переживал, так как непросто петь песню такого известного исполнителя. Для меня, как для молодого музыканта, это большой труд. Готовился месяц. Надеюсь, зрителям понравится. Проект был специально создан для телеканала «Хабар». За предыдущие три сезона в кавер-шоу было множество мегахитов и имен. В шоу приняли участие 200 человек. В новой версии прозвучали около 400 композиций. Главная цель – сохранить и приумножить музыкальное наследие, рассказывает председатель правления агентства «Хабар» Кемельбек Ушибаев. Каждый раз, естественно, обновляем студии, обновляем подходы. Но базово, в принципе, основная цель этого проекта – это именно совмещение, скажем так, творчества известных певцов с новым поколением. Эта концепция, естественно, из года в год продолжается. В этом и ценность, и поэтому наши телезрители ждут данный проект. Всего ожидается 16 выпусков. Больше 60 участников исполнят более 100 каверов. Посмотреть четвертый сезон кавер-шоу можно будет уже этой осенью на телеканале «Хабар». Наргиза Токижанова, Султан Бесикенов, 24КИЗ, Алматы. И в завершение еще одна интересная информация. Останки древних морских животных нашли в Атараусской области. Их обнаружили члены палеонтологической экспедиции, организованной в Жилуойском районе. Исследования проводили в меловых массивах Ахкигершин, Ахтулагай, Койкара, Иманкара и Шулькара. Ученые нашли больше 500 образцов. Среди них останки позвоночных, беспозвоночных животных и окаменевших деревьев. По словам директора историко-краеведческого музея Мухаммед Хали Кипиева, скелетам рептилий не меньше 160 миллионов лет, а найденным зубам гигантских акул как минимум 50 миллионов лет. Все эти экспонаты будут храниться в нашем музее. В будущем планируем организовать выставку. К слову, в 1931 году ученый-палеонтолог Рябинин в массиве Койкара обнаружил останки животного мезозойской эпохи и назвал его эмбазавром. Это были все новости к данному часу. Команда 24КЗ работает для вас. До встречи. КОНЕЦ КОНЕЦ